Взмахи рук и магический взгляд телеэкстрасенса коренным образом изменили жизнь пенсионерки из Иваново. Правда, вовсе не так, как ей хотелось бы. Увидев специалиста по кармической корректировке судьбы по телевизору, женщина брала заветный номер. Что-то у меня жизнь не ладится, у детей. Говорю, надо позвонить, может быть мне помогут. Узнаю, что может быть не так в моей семье. Привели диагностику и выяснилось якобы, что она мне, на моей семье, вообще на моем роду лежит. Это проклятие, наложенное два века назад, и нужно его снимать, иначе все будет очень плохо, уже к этому идет. Снятие проклятия оказалось процедурой не из дешевых, но на карме не экономят. И пенсионерка перечислила на счет мошенников сначала 13 тысяч, через некоторое время еще 39 тысяч рублей. Магический голос в телефонной трубке не унимался и продолжал нагнетать. Я сказал, что очень все плохо, нужны опять деньги. Назвали мне сумму 180 тысяч рублей, иначе весь ваш род погибнет, будут одни похороны. Я очень напугался, меня запугивали в стрелы, меня запугивали, поэтому я искала деньги и присылала. Аппетиты мага все росли. Женщина взяла кредит. Остановилась только тогда, когда сумма долга перевалила за 230 тысяч рублей. Ввиду того, что оказанные услуги не имели своего реального действия, она поняла, что ее обманулись, и с чем в настоящее время вродилась похоронительная органа. По данному факту в настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, и принимаются меры на ротико содержания лиц, причастных к данному преступлению. Паранормальный обман в современных реалиях, увы, не редкость, отмечает психолог Светлана Боровкова. Несчастных людей в условиях экономического кризиса становится все больше, и они все охотнее начинают верить в сказки и чудесное избавление от бед и проблем. Насколько мошенничество сегодня изощренно действует, что нет страховки ни у кого стопроцентной, что мы не попадемся. Но, естественно, люди группы риска есть. Во-первых, это люди эмоционального склада, у которых рацио на втором месте. Во-вторых, это люди, которые попали в какую-то ситуацию критическую и не видят реального выхода из ситуации. Все пути попробованы, это новый путь, неизведанный. Да и как не поверить, когда экстрасенс с экрана обещает волшебное исцеление, или стремительное обогащение, или нереальную удачу. Если устоять перед потусторонними силами все же не удалось, необходимо немедленно обращаться в полицию. Возьмите на себя другую роль. Я в данном случае выступаю как человек, который борется с преступниками, который борется с несправедливостью. Я делаю благое дело, я помогаю полиции. Надень для себя вот эту маску благодетеля, помощника, человек, который, в общем-то, делает благое в нашем мире дело. Он борется с преступностью. Мы просим граждан быть более бдительны к своим личным вещам, не поддаваться уговорам и обещаниям посторонних лиц, которые под тем или иным предлогом пытаются завладеть их денежными средствами. Психолог советует, прежде чем переводить средства на счета чудо-деятелей, необходимо взять паузу, подумать, а еще лучше посоветоваться с родными и друзьями. А вдруг проблема разрешится без вмешательства тайных сил, например, за те деньги, которые просит экстрасенс. Обманутый псевдомагами жительниц областного центра еще несколько лет точно не будет дела до родового проклятия. Придется много работать, чтобы погасить кредит. Анатолий Логинов, Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.